Всем привет дорогие друзья! Если вы следите за моим каналом, то вы должны помнить ролик, который вышел несколько месяцев назад, ну как бы сразу после выхода второго трейлера Бэтмен против Супермена. И еще тогда я высказал свое мнение о том, что фильм будет полное говно. Но опять же с другой стороны, еще тогда я понял, что мне обязательно надо будет его посмотреть, ну как минимум, чтобы понять оказался ли я прав или нет. И вот пару дней назад появилась более-менее смотрибельная пиратка, ну потому что на фильмы подобного жанра в кинотеатр я не нахер идти, я после просмотра буду чувствовать себя обманутым, поэтому только пиратка. Но перед просмотром пиратки мне захотелось глянуть мнение каких-либо человеков об этом фильме, ну и я зашел на ютуб, на ютубил, и на ютубил я мнение Хованского. И после чего, ну я посмотрел его, после чего пошел смотреть сам фильм. И как бы, когда я смотрел его ролик, в принципе я совсем соглашался, судя из трейлера. Но после просмотра фильма, к моему великому удивлению, я понял, что я с ним не согласен. И вот так вот родилась идея записать подобный ролик. Так, я сейчас покажу вам отдельные тезисы из его ролика, ну чтобы не слушать всю эту хуйню про рекламу и так дальше. Вот, и объясню, с чем именно я не согласен и почему. Вот, сразу предупреждаю, ребят, если вы не смотрели фильм и вы не хотите спойлеров, то не смотрите, они здесь будут. Но, если смотреть на вещи здраво, то, если вы видели второй трейлер, вы видели уже весь фильм. В фильме, серьезно, ничего нового не показали. И, ну, то есть вы, наверное, не знаете, может, только концовку. Но концовку угадать было проще простого по трейлеру. В общем, я вас предупредил. Переходим, собственно, к самому просмотру. И Супермена. Нет, фильм называется Бэтмен против Супермена. Покажите пиздатые драки. Моя драка с Суперменом в фильме идет всего 5 минут. 5 минут? Фильм называется Бэтмен против Супермена и драка идет всего 5 минут? Да что за хуйня? Обещали пиздатые и нетривиальные для супергеройских фильмов сюжет. А что в итоге получается? Хорошие парни поссорились, но когда появился плохой парень, они помирились и вместе дали ему отпор. Вот это действительно свежий взгляд на супергеройское кино, блядь! Такое впечатление, что чувак ожидал, придя в кинотеатр на Бэтмен против Супермена, увидеть, блядь, Гамальта. Ну реально! Добрые парни сначала поссорились, затем, когда пришел злодей, они помирились. А чего ты еще ждал? Это же комиксы! Это комиксы! Нетривиальный сюжет! Именно он настолько простой, что его можно пересказать за минуту! Буквально! Весь фильм... Кларк недоволен тем, что Бэтмен слишком жестко ведет дела со своими преступниками в Готэме. Он их клеймит, там избивает и так дальше. В это время Бэтмен недоволен тем, что Кларк, когда ебошил своего врага Зода, перехерачил полгорода, и в том числе кучу его сотрудников. И вот на этом построено все противостояние. Параллельно с этим Лекс, не имея вообще ни малейшего мотива, просто потому что он злой персонаж, делает злые дела. В итоге все сводится к небольшой драке Бэтмена против Супермена, затем вылезает чудовище Лекса, и они дерутся с ним. Все, финал, сюжет нетривиален. Хочешь свежий взгляд на супергейское кино? Так, чувак, они тут людей убивают! Бэтмен, который по комиксам, да, я это знаю, не убивал людей, здесь убивает людей. Супермен, который в комиксах вроде как тоже не убивал людей, здесь он убивает людей. В первом фильме он вроде как умышленно убил только Зода, да? Здесь же он убивает людей. Вот тебе свежий взгляд на супергейское кино. Я так и знал, что будут проблемы с Беном Аффлеком. Этот ублюдок нихуя не похож на Брюса Уэйна. Брюс Уэйн потерял своих родителей и прожил жизнь полную лишений. А Бен Аффлек похож на ебаного квотербэка, который завершил спортивную карьеру и ушел в рекламу крема для рук. Какой из него, блять, Бэтмен? Аффлек самая большая проблема этого фильма. И самая при этом глупая и неоправданная, потому что абсолютно всем было понятно, что из Аффлека не получится Бэтмена. Как понятно, что из Светлакова не получится Маньяка, а из Галустяна не получится Гамлета. Это просто, блять, нормально. Да какая разница, кто играет Бэтмена? Если в каждой из сцене, в которой присутствует Бэтмен, не Брюс Уэйн, Бэтмен, вы видите только вот это вот, блять. Вот этот кусочек. Какая нахуй разница, кто его играет. Весь фильм, что Бэтмен, что Супермен, играли, сука, с каменными лицами. Там вообще насрать, кто играет. Главное, чтобы типаж подходил, вот и все. Главная проблема этого фильма не Бэн Аффлек, а ебаный унылый сюжет. И то, что это все говно было снято по комиксам. Это заведомо проигрышная ситуация. Здесь не будет интересного сюжета, понимаете? Вот и все. Не важно, кто играет. Аффлек или не Аффлек. Нолан или... Нет, погоди, Нолан не играл. Кто играл? Кто играл в прошлый раз? Пусть будет Джордж Клуни. Он точно играл, я помню. Это говно. Когда Супермен входит в зал к главному злодею, Лексу Лютеру, на фоне громко звучит отсчет. Что-то вроде «До оживления осталось! 19, 18, 17!» И Супермен слышит это, но он ничего не делает. Вообще ничего! Просто продолжает разговаривать с Лютером. При том, что как только он вошел, он своим сверхслухом услышал, что до оживления осталось. И он не пытается ничего сделать. И такая хуйня происходит в фильме постоянно. Это тоже можно логически объяснить. Супермен, он ведь долбоеб! Он реально дебил! У него нет мозгов! Он прячется от людей при помощи очков! Вся раса криптонцев была долбоебами! Они знали про то, что их планета будет разрушена! Они имели корабли, они имели архив, знания про сотни миров, где они могут выжить, но все равно остались на планете погибать. Мало того, его родители были еще более дебильными, потому что они отправили своего сына на Землю, но не спасли сами. Какой родитель вообще отправит своего сына в ебеня, когда может спасти и себя тоже. Сына же надо выращивать, как бы, правда? Так к чему удивляться, что он, слыша, отсчет до оживления ничего не делает? Он придурок! Вот и все! Все просто! У персонажей нет абсолютно никакой мотивации их поступков. Почему? Почему чудо-женщина приходит на помощь? А почему она вообще уезжала? Это никак не обусловлено! Ничем! Абсолютно! Почему Лекс Лютер ведет себя, как наглухо ордытый сумасшедший? Наглухо, бля! Это объясняется еще более просто. Почему чудо-баба приходит на помощь? Потому что она добрый герой комиксов. А все добрые герои комиксов, когда видят кого-то в опасности, приходят на помощь. Чисто безвозмездно! Почему Лекс Лютер ведет себя, как сумасшедший? Потому что он злой герой комиксов. А в комиксах все черное и белое. Он ведет себя, как сумасшедший, потому что он злой. Он делает злые дела, потому что он злой. И все! Это комикс! У него нет никаких мотивов! Это бессмысленно! Но это так. В общем, дальше Хованский орал очень много всякой фигни о том, что Аффлек не подходит на роль Бэтмена, что это все было снято ради Навара. Ну и короче, куча-куча вот таких вот очевидных вещей, которые, я не знаю, только какой-нибудь аутист только не может понять. Вот. Блин, ну, честно, на мой взгляд, так, чтобы подытожить, на мой взгляд, любой здравомыслящий человек, посмотрев трейлер второй, заметьте, не первый, второй трейлер, в котором, собственно, выложили, сука, весь сюжет сразу же фильма, мог бы для себя сделать выводы и не наступать на те же грабли второй раз. Сейчас я говорю про человека из стали. Вот. Что мне понравилось в фильме, в кавычках, да, забавный момент был в самом начале фильма, когда Лоис Лейн брала интервью в Африке у какого-то там пирата слэш-террориста, называйте, как хотите, в общем, Бандюгана. Вот. Ну и что-то там пошло не так, началась заваруха, все люди этого Бандюгана оказались убиты, и он остался один. Он взял Лоис в заложники, вот. Ну и очевидно, что Супермен, видимо, я не знаю, видимо, он слышал через всю планету, как Лоис орет, либо он на нее какой-то маячок нацепил, либо эта силушка любви сработала, в общем, прилетел ее спасать. Вот. И убил чувака без зазрений совести. Чувака, который не факт, что собирался ее убить, он просто пытался как бы спасти свою жизнь, но он урод, он бандюган, все понятно, но как-то так. Затем нам показывают сцену, ну, чуть позже, когда Кларк смотрит новости и видит, как полицейские нашли какой-то притон, в котором был прикован еще один бандюган, которого заклеймил и избил Бэтмен. За что он это сделал? За то, что этот бандюган торговал маленькими девочками, то ли тайками, какими-то, в общем, какими-то азиатками. Там у него целая клетка была, и это сказали в новостях. Вот. Затем Кларк узнает, что если чувак попадает с меткой Бэтмена с этим клеймом в тюрягу, то его скорее всего там порешат. То есть, и, ну, и на этом и начинается, собственно, завязывается вот это вот противостояние. Кларк не одобряет методы Бэтмена. Он избил преступника. Он его заклеймил, и, вероятно, из-за этого клейма преступник погибнет. А просто убить чувака, потому что тот угрожает твоей девушке, это нормально. Убить его нахуй. Он стену проломил этим чуваком. Там, возможно, вы, если будете смотреть фильм, вы не увидите, как он умер. Но я вам гарантирую, что любой типок, неважно, насколько он жирный или накачанный, если его спиной проломят кирпичную стену, он умрет. вот это как бы не состыковывается. Ну и, конечно, есть много таких моментов в фильме, но все это банально объясняется тем, что это комикс. Комикс изначально делался для детей. И фильмы эти позиционируются для детей. Просто у нас сейчас такое общество, которое думает, что это взрослые вещи, потому что общество развивается, да, раньше нельзя было показывать какие-то оголенные части тел, было не принято показывать кровь в таких фильмах для детей или просто какие-то убийства, если есть моменты, допустим, чувак умирает, но вы крови не видите. Это считается нормальным, чтобы показывать для детей. И поэтому некоторые люди начали воспринимать такие фильмы, как будто они для взрослой аудитории. А это не так. Это фильмы для детей, они не должны быть логичными, они должны быть тупыми, потому что ребенок не должен задумываться о всех этих вещах, он просто смотрит на сказку, на картинку и все. И ожидать от этого фильма чего-либо сверхъестественного не стоит. Я более чем уверен, что все фанаты комиксов, выйдя из кинотеатра, выйдут удовлетворенными, им фильм понравится. там есть Бэтмен, там есть Супермен, они немножко друг друга поебошили, а затем появился Домбсдей, там и взрывы были, и всякие херни, и Флэш появился, и показали Аквамена, и Киборга показали, и Чудо-баба с совершенно идиотским саундтреком появилась, просто тупизм, как в Mortal Kombat, выходит персонаж, начинает играть музыка, и персонаж говорит какую-то пафосную речь, я вырву твои кишки и намотаю на твои яйца, ну, это к примеру, вот, вот так вот, в общем, вот такие вот мои мысли про этот фильм, наверное, больше нечего мне сказать, спасибо за внимание, и до встречи.